друзья всем привет иришка привет привет сегодня у нас программе суп название которого уже наверное стала брендом из простого деревенского супчик а этот суп дойдя до наших дней превратился если так можно сказать в короля немногочисленных грузинских супов это конечно же харчо в грузинской кухне существует два блюда под названием харчо это суп с рисом и второе блюдо это у нас харчо помень грецкий с грецкими орехами совершенно два разных блюд и прошу их не путать основой для нашего сегодняшнего супа конечно же будет мясо мясо по классике жанра сюда идет грудинка грудинка говяжья она вот такая вот жирненькая вот это основа как было для этого мяса прошу бульон для этого блюда наши бульон должен быть наваристый другое мясо другой кусочек более постный он сюда не подойдет именно говяжья грудинка что бульончик был наваристый и первое что мы с вами сделаем нарежем мясо кусочками приблизительно по 4 сантиметра такое мясо смотрите я на рынке заранее попросил его порубить вот так вот чтобы косточки порубили и приблизительно такими вот кусочками мы сложим в кастрюлю мясо у меня полтора килограмма на 5 литровую кастрюлю мясо в этом блюде должно быть много это мясо с рисом а не рис с мясом укладываем мясо в кастрюлю сейчас зальем водой и кто давно смотрит наш канал знают то что мы при варке мясо или курица мы всегда первую воду сливаем доведем до кипения чуть-чуть налью сейчас воды чтобы она покрыла мясо буквально доведем до кипения минуточку где-то поварим и первую воду сольем дальше промоем хорошенечко мясо и кастрюлю и уже поставим на финальную варку время варки друзья конечно же зависит от самого кусочка мяса это его свежести но развалить мы должны до такой степени чтобы мякоть отделялась бы от костей я думаю что у меня займет это где-то часа полтора не меньше первую воду слили хорошенечко промыл мясо и кастрюлю дополнил ее практически до краев 5 литров потому что она у нас с вами будет кипеть как минимум часа полтора и вода будет выкипать сейчас дополним немножко остальными ингредиентами лучок сельдерей лавровый листочек две штучки и три горошка душистого перца и отправляем друзья на финальную варку когда мясо у нас с вами будет практически готова это тот момент когда в бульон нам надо будет добавить рис и уже вместе с мясом они будут доходить очень хочу сказать пару слов про рис потому что это тоже очень важный ингредиент его не должно быть много потому что у нас с вами не рисовая каша суп и хочу сказать что у меня он пропаренный я предпочитаю именно для супа брать пропаренный рис потому что при варке он не разваливается и остается рисинка к рисинке количество риса как и других ингредиентов все будет в описании под видео как обычно расскажу про оставшиеся ингредиенты что у нас с вами здесь есть подсолнечное масло сушеный кориандр меридинский шафран узко сунели и если вам нравится запах костра как будто бы в казане приготовлено это блюдо мы кладем еще немного копченой паприки кинза петрушка основную часть мы добавим в обед и чуть-чуть оставим для подачи острый перчик томатная паста репчатый лук чесночок и собственно говоря томаты томаты у меня консервированные сочные вкусные напитанные вот этим соком я считаю что вне в сезон лучше класть вот такой вот продукт потому что пластмассовые помидоры сейчас никому не нужны летом можете положить сочные хорошие помидоры в сезон а вне в сезон я предпочитаю класть вот такую вот вещь не сказал проткой мали эмали в это блюдо я лично не добавляю очень многие добавляют кому-то не хватает кислинки хочу добавляется понимать для немножко заки закислить это блюдо не хватает кислоты в томатах и в томатной пасте если вам не хватает кислинки можете положить эмали можете положить лимонный сок можете добавить клаппи можете добавить алычу то есть кому что как хотите так можно это блюдо потом немножко кислинку ему придать я не добавляю наш умение нужно и первое что мы сделаем меленько нарежем лук мелким кубиком для зажарки наливаем масло в сковородку хорошенечко его разогреем забрасываем лучок и будем его поджаривать до прозрачности вот ребят вот дошел у нас до такой вот мягкой прозрачности даже чуть-чуть подзолотился видите такой он стал мягенький такой в этот момент добавляем и сюда томатную пасту хорошенечко все перемешаем и будем жарить огонь уменьшаем и будем жарить на небольшом огне минут пять не больше накрываем крышечкой оставляем на пять минут тем временем займемся нашим бульоном же тут говорится чудеса избавляемся от лишних ингредиентов немножко предварительно подсаливаем водичку а вот еще момент хотел сказать на камеру наверное это видно не будет но у нас кастрюле было пять литров воды после того как прошло полтора часа воды осталось три литра вместе с мясом у нас получается бульона вместе с мясом три литра это так просто к слову чтобы для информации подсаливаем водичку предварительно ты еще не окончательно и забрасываем рис потому что рис любит подсоленную воду немножечко помешаем и оставляем все это дело готовится до полной готовности мяса и риса накрываем крышечку и на маленьком угле это суток прошло пять минут добавляем томаты и все оставшиеся специи краску я люблю я это делал как художник малевает перемешиваем все это дело хорошенько надо перемешать все специи оставляем все это дело тушиться на маленьком огне минут на десять накрываем мышечкой и тем временем нарежем зелень и перчик выдавим чесночок для этого рецепта вполне подходит чеснокодавилка можно вы просто выдавить нарежем перчик не очень мелко для этого рецепта где-то по 4 5 миллиметров вот так вот и теперь нарежем зелень также не будем мельчить особо не крупно особо не мелко друзья все ингредиенты мы подготовили теперь возвращаемся к нашей зажарки и мясу будем все это дело соединять смотрим что у нас здесь здесь у нас с вами полный комфорт открываем эту крышечку смотрим вот количество риса смотрите ребята рис готов он сварился полностью и мясо вот как я и говорил она уже отходит от костей вот такая красота вот таком виде мы будем подавать мы не будем ничего обрезать с костей вместе с косточки на косточке делаем и начинаем соединять зажарку с мясом бульоном ароматы стоят такие что опять я говорю что это невозможно на камеру передать просто вот вообще не могу все ребята формали соединять свет волшебный друзья смотрите и консистенция зажарки должна быть вот такая вот она пустая как должно быть на цвет смотрите сюда на этот свет это нереально что-то просто нереально перемешаю невероятно это невероятно пахнет и выглядит посмотрите и вот здесь вот консистенция вот такая как должна быть идеально то есть бульона у нас с вами было три литра вместе с мясом и зажарку вы увидели в каком она была количестве да вот здесь и рисик видно смотрите вот он должен вот так проступать его больше быть не должно все поближе к себе переставлю дадим этому всему немного прокипеть на этом этапе забрасываем перчик чесночок и немножко подсолим еще один раз мы подсаливали сейчас еще бросим перемешаем еще минутки 3-5 немножко подружиться уже с перчиком если на соль все будет нормально потом забросим зиму пробуем на соль идеально и идеально все добавляем в этот момент зелень даем прокипеть одну минутку и выключаем ребята это действительно королевский суп не зря я вам сначала сказал что он королевский ничего сложного в этом рецепте нет вы сами видели главное последовательность шагов и действий дерзайте и у вас обязательно получится сейчас мы немножечко присыпем зеленю хай зеленюшечкой вот так вот и суп готов подачи шот и споре лучше нет подписывайтесь на канал берегите себя своих близких и будьте с нами всем добра мира пока